Добрый-добрый-добрый день! Добрый-добрый вечер! Доброй-доброй ночи! У кого какое время и у кого какая страна? Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Здравствуйте, дорогие мои гости канала! И здравствуйте те, кто первый раз зашел на наш канал! Канал у нас добрый, гармоничный, на нем различные онлайн-гадания, а также ритуалы, которые помогают вашей жизни! Добрый вечер! Да, все комментарии я обязательно отмечаю, что нравится! Ну, а если попадаются некорректные люди, действительно, сегодня был у меня такой случай удивительно! Это просто, ну, у людей иногда действительно что-то не в порядке с головой! Хотя по статистике в интернете, чтобы вы тоже знали, не обращали внимания на разные комментарии, которые пишут или обращаются к вам 25% неадекватных психических людей в интернете! Поэтому будьте осторожны, не обращайте внимания! А сегодня я хочу с вами, давно не показывала, хочу с вами и научить вас делать став, он называется «Узнать правду» называется он конкретно «Чтобы тайное стало явным» «Автор Банши» Это формула руническая «Кеназ-Перт-Кеназ» Это «Кеназ-Перт-Кеназ» Он дает силу, огонь, движение вперед И «Перт-Кеназ-Перт-Кеназ» Это все из футарха Что вам нужно, чтобы работать с рунами и вы, если хотите что-то узнать, если для себя лично вы хотите узнать, то вы рисуете вот здесь Рисуете став, сейчас я вам покажу, как он рисуется, он видите вот такой, если видно будет, вот он, очень простой «Кеназ-Перт-Кеназ» Всегда для работы с рунами, руны нужно рисовать ровно, если вы рисуете на своей руке, то, конечно, пытайтесь сделать это максимально ровно Если вы рисуете просто на бумаге, пишете имя, фамилию для кого, оговариваете, потом активируете, то обязательно нужна линейка Обязательно Новый маркер или тот, с которым вы работаете Карандаш Перед тем, как, например, написать на лист, вы сначала карандашом все должны разметить Все должно быть как в черчении на уроке, очень четко И ручки, чтобы писать, все ручки должны быть новые, которые вы используете Давайте мы разберем этот став, он очень простой В него входят всего две руны «Кеназ» и «Перт» Я вам различные конфигурации расскажу И сейчас мы будем с вами рисовать вот такой вот став Сначала рисуем «Кеназ» Здесь продолжаем «Перт» И опять «Кеназ» Когда мы рисуем руну, чтобы она работала, мы всегда ее проговариваем Так Вот это закроем Вот сюда И будем рисовать став Берем маркер Видите, я здесь карандашом нанесла, чтобы было все симметрично и ровно Сначала мы рисуем Как бы мне, чтобы вам видно было Буду вот так вот, что ли Где длинные линии, так вот Я просто сейчас не буду линейкой Работать надо линейкой «Кеназ» Сначала рисуем Нальяку смешиваем «Кеназ» 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 «Соблема» «Кеназ» 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 Перд. И опять прорисовываю кеназ опять по этой линии кеназ. Вот у нас получился такой стаф. Вы можете этот стаф, я говорю, нарисовать на своей руке, но рисуете так, как будто вам человек вот с этой стороны рисует. Я не буду сейчас на себе рисовать, не хочу. То есть вот так рисуете кеназ, перд и опять кеназ. Рисуйте, как будто вам человек рисует. Дальше вы должны оговорить этот стаф. Если рисуете на руке, то говорите. Смотрите на этот стаф и произносите. Я не буду сейчас рисовать. Данная руническая формула, данный рунический стаф раскроет всё тайное, и оно станет явным. Пусть тайное. Говорите, что вы хотите узнать. Например, любит, не любит меня такой человек. Ну, оговаривайте обязательно. Фамилия, имя, отчество. Станет явным, любым понятным мне способом, из любых источников, без вреда моему физическому и психическому здоровью. Данный стаф начинает работать сразу с момента активации его. Активировать можно первое дыханием. Тогда вы говорите, с момента активации, вот у вас нарисовано, его дыханием. Подносите руку и три раза дышите. Или можно огнём, как я показывала, берёте спичку и обводите. Но на руке я не рекомендую, потому что кто не умеет, тот обожжётся. Раз, два, три и вверх. Спичку вот так задули, вот так рукой, ни в коем случае губами. Если вы задуете губами, значит вы сотрёте всю информацию, какую вы в этот стаф заложили. Это как сделать себя. Стаф этот работает от банши гораздо лучше, чем стаф, который называется «Узнать правду». Теперь, если вдруг вы потеряли что-то дома, ну, допустим, потеряли кошелёк дома или потеряли какие-то документы и не можете найти, тогда в эту руническую формулу мы добавляем анзус. Он даёт знания, он даёт информацию. Это рона даёт информацию, знания. И тогда у вас будет такая формула. Кенас, перт, анзус, кенас. Как рисуем? Рисуем сначала. Кенас, перт, кенас, ой, анзус. Сейчас ещё раз повторю. Вот он, анзус у нас. И последнее, кенас обводим. Ещё раз повторяю. То есть первое, прочерчиваем кенас, перт, анзус, кенас. И в оговоре вы тогда говорите, что данная руническая формула раскроет всё тайное и всё станет явным. И говорите, вставляете просто то в оговор, что хотите узнать, где находится ваш предмет. И говорите, какой предмет. Вы можете в оговоре указывать всё, что хотите. Оговор должен быть очень чётким. В рунах нет такого конкретного, как в заговорах на магию, какие-то конкретные чёткие-чёткие слова. Здесь именно говорится данный рунический став, данная руническая формула, свои силы. Всё остальное вы говорите сами. Всё, что вы хотите получить. То есть здесь вот, в этой формуле. Вы просто наносите, задаёте вопрос, что хотите узнать. Обычно работает где-то в течение 7 дней. Если для себя. Для себя. Именно для себя узнать. Если вдруг потеряли вещь, то добавляете вот эту руну в середину. Анзус. Всё очень просто. Даю вам простые ставы, чтобы их просто было в применении. Также можно, но работает хуже. Если вы хотите, чтобы кто-то, или, допустим, кто-то узнал о том, что говорят неправду. Допустим. Берёте тогда фотографию. Вот фотография женщины. Допустим, она жена, и муж её обманывает. И она хочет узнать, она хочет вывести на чистую воду своего мужа. Назовём её Ольга Ивановна Шухова, а муж её Игорь Иванович Шухов. Вот фотография. Сверху вы пишете цель Ольги Ивановны Шуховой. Ольги Ивановны Шуховой откроется всё тайное о Игоре Ивановиче Шухове. С этой стороны вы пишете Игорь Иванович Шухов и его дата рождения, если знаете. Ну, это не всегда жена, муж и жена. Вы можете делать на любого человека. И на подругу, и на сослуживца. А здесь пишете, снизу пишете Ольга Ивановна. То есть это вы или про того человека, который хотите узнать. Шухова и день рождения. Вы можете также нанести и на свою фотографию наносит состав в районе лба. Вот. Кенас. Перд. Кенас. Вот ещё раз повторяю. Кенас. Перд. Кенас. Дальше. Вы читаете оговор. Примерно такой. Я вам оговоры говорю примерные. Вы можете под себя составить свой силу данной рунической формулы направляю на Ольгу Ивановну Шухову для получения информации о Игоре Ивановиче Шухове. Там свои фамилии называйте. Который скрывает от Ольги Ивановны Шуховой. Искажает информацию. Врёт. Не договаривает. Пусть не договаривает. И конкретно говорите о чём, например. Об изменах. О деньгах. Ещё о чём-то. То есть конкретно здесь указываете. Пусть данная информация становится для Ольги Ивановны Шуховой явной любыми понятными для неё способом из любых источников. Данная руническая формула работает без вреда для её здоровья, физического, психического, без вреда для её близких, её семьи, её детей. Данная формула начинает своё действие с момента активации её огнём. Дальше берёте и говорите «Активирую руны огнём». Только спичкой зажигаете спичку и говорите «Активирую руны огнём». Вот так проводите. Раз, два, три и вверх. Произносить «раз, два, три» не надо. Это я вам показывала. Всё. Завернули в какую-нибудь красную салфеточку. И спрятали. Но вот так вот по фотографии работает хуже. Я просто предупреждаю. Лично для себя став работает очень-очень хорошо. Попробуйте. Успею я сделаю распечатку самого оговора примерного. А так тогда ставьте на паузу, записывайте оговор. Их два. Один для того, чтобы сделать для себя. Это вы на руке рисуете вот так вот. Вот здесь на руке вот так вот рисуете. Вот так у вас он будет. И второй оговор – это когда вы делаете, чтобы какой-то человек узнал о другом человеке. Первый оговор. Вот ещё раз скажу. Когда вы нарисовали на руке данное силой рун, данная руническая формула раскроет всё тайное, и оно станет явным. Пусть тайное – говорите то, что хотите узнать. Станет явным, любым, понятным мне способом. Можете здесь сказать своё имя, фамилию. Из любых источников, без вреда моему физическому и психическому здоровью. Данная руническая формула начинает свою работу прямо сейчас, с момента активации её. Допустим, дыханием. Три раза дышите, говорите «Активирую руны дыханием». Всё. Начало работать. Второй примерный оговор, если вы хотите сделать на фотографию. Силу данной рунической формулы направляю на фамилия, имя, отчество того, кто на фотографии. Для получения информации о фамилии, имя, отчество этого человека, который, допустим, скрывает, искажает информацию, врет. Можете сказать, об изменах, о деньгах, может быть, ещё о чём-то. Пусть данная информация становится для фамилии, имя, отчества того, кто на фотографии, явным, любым, понятным для неё способом, из любых источников. Данная руническая формула работает без вреда для её здоровья, физического, психического, без вреда для близких, её семьи и её детей. Действие начинается сразу после активации огнём. Активирую руны огнём. Активируете спичкой. Всё. После заговора, оговора, нужно обязательно сказать, да будет так. Вы ставите печать. Когда мы говорим, да будет так, это мы ставим печать, чтобы совершилось то, что мы хотим. Вот я сегодня вам показала вот такой став, очень простой в исполнении. Узнать правду, чтобы тайное стало явным. Это нельзя применять для ситуации. Это так и сам автор отмечает. Это только для личного характера. То есть, допустим, если какие-то судебные дела не повлияют на ситуацию, это просто, чтобы вывести человека на чистую воду какого-то, воздействовать на его мозги, и чтобы он признался в каких-то деяниях. Или вы из каких-то источников это узнаете. Это может быть и во сне. Можно случайно открыть интернет. Можно увидеть плакат, и на нём будет прям чётко написано. Источники могут быть очень-очень разные. Когда делаете став, после этого внимательно-внимательно следите за информацией. У меня была девушка, я с ней работала. И она делала одну вещь, узнать правду, кто наводит порчу. Она спрашивала, кто наводит порчу. И знаете, она через день открыла интернет, и вдруг в интернете по ленте. Вот такая-то женщина делает порчи. И знаете, имя даже совпало с той женщиной, которая на самом деле делала ей порчи. То есть информация может прийти вообще неизвестно откуда. Поэтому к ней нужно прислушиваться, присматриваться. Сегодня я ещё вам покажу один став. У меня очень многие просят на похудение различные вещи. Есть ритуал у меня, отливка на воск на похудение. И я вам покажу один из... Очень много ставов есть, очень много есть рунических формул, для того, чтобы помочь похудеть, чтобы жиры сжигались. И я вам сейчас в следующем видео это покажу. А сейчас желаю вам счастья, добра, удачи, любви. А через день или завтра я уже вам сделаю видео с вашими любимыми гаданиями. Темы пишите. Ссылка есть под видео. Там есть ссылка. Ваши темы для гадания или как-то так. Посмотрите под видео и в описании. Всегда я и в описании даю информацию, и в прикреплённом видео. Пожалуйста, смотрите прикреплённое видео. Не задавайте вопросы в комментариях те, на которые есть уже ответы. Будьте внимательными, пожалуйста. Иногда почитайте комментарии, потому что такие же вопросы уже задавались. Если вы в чём-то не разбираетесь, то прочтите информацию. Спросите у меня, допустим, в скайпе, в ватсапе. Пишите в скайпе, ватсапе только по работе. Я не могу, не имею такой возможности с вами беседовать. Все беседы, пожалуйста, в комментариях под каждым видео. А я желаю вам всех благ, радости, счастья. И если кто-то что-то не знает и кто-то от кого-то скрывает, пусть руны Одина помогут вам этом. И ещё одно дополнение. Когда вы работаете с рунами, на вас не должно быть никаких религиозных других вещей одета. Это, например, кресты, ещё что-либо, какие-нибудь иконки. Всё это нужно снять. Точно так же и для мусульман. Не надо два эгрегора лбами сталкивать друг с другом. Это очень большие силы. И они есть, и надо их уважать. А теперь до свидания, до новых встреч. Ждите моё второе видео с рунами. Как похудеть. Пока-пока. С вами была я, ваша Вивьена. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok